Великого Чедотворца, Великого Святителя, Великого Сына Российского Отечества, Архиепископа Иоанна Шаховского, Мишковского, Мусимовича, Чургайского и Занкосовского. Многое, что можно рассказывать через, которые были в его жизни, о многих делительных вещах. Но я хотел сделать маленький акцент на то, что важно для нас здесь и сейчас. Мы всегда выбираем то, что мы должны быть им. Мы всегда выбираем между небом и землей. Мы всегда совершаем выбор между тем, что сделать и что не сделать, между приходящим и вечным. И вот тогда, когда появляется у нас какое-то желание, и мы делаем окончательный выбор, вот это пространство и является нашей свободой. И в этой свободе мы, собственно, и рисуем сами себя, и обнаруживаемся пред Богом, предельной жизни, нет в собственном сердце, какова наша парадигма, какова наша направленность, наше движение, и с чего будет складываться вся наша жизнь, и с чего образуется наша вечность. Также мы выбираем то время, в которое мы живем. Если человек занимается античностью, он подружается в античный материал, и ждет, и живет в эпоху сапоглой, и любвида, и спиной, и прочее. Если человек занимается разрождением, он занимается дечебкой, подвечемкой, и чем-то еще. Если человек занимается историей диктанского бека, и реинтересуется чем-то подобным, его мысли, его образы, его знания перемещаются в эту мысль. Но подвы христиане всегда предпочитают жить вместе со Христом и во Христе, в пространстве евангельских событий, которые случились однажды и на себе так. И всякий раз, когда совершаются божественные другие, священные христия, время стынчается, и все повторяется завтра. Совершается новое христие с самым Христом, и обречается апостолом, и все святые, и все мы, люди, воинствующие церкви. Если человек встречается настолько, что он становится христианным по-настоящему, так или иначе он проживает в своей жизни все евангельские события, и пробует, и познает, и становление, и взросление, и отчуждение, и изгнание, и непризнание, и предательство, и самосмет, и подошение, и погребение, и более того, воскресение. Все это проходит человек, пойман к событиям, идя за Христом. И все это так или иначе совершается с тем или иным человеком. Мы должны понять, что мы вызваны к величию, к величию, которую дрова нам Господа. Мы должны понять, что мы вызваны к вечности, которую Господь устроил для всех любящих Его. Мы должны понять и принять и согласиться, что мы призваны к Царству Небесному, в котором происходит нечто то, что на ум черта и происходило, ухо не видел и глаз не видел. Но, между тем, это иистоятельность, об этом свидетельствует Господа Павла и многие другие. И мы совершаем опять-таки выбор, что же для нас дороже? Суд земной или суд земли небесной? Суд человеческий или суд Божий? Вот, собственно, и в этом заключается тайна святых. В этом заключается тайна святителя Иоанна, по-моему, которого мы сегодня празднуем, который совершает постоянно, ежедневно, ежеминутно, с собой подлинный евангельский выбор. И самое поразительное, выбирает Царство Небесное, удивительно, у кого-то все проще прилагается ему. Мы же устроены немножко по-другому. Мы понимаем, что нужно собрать вначале все, что есть в этой мире, хорошего, о плохом и не говорим. А потом, как на этой горке, выстроится Царство Небесное. Но Христос предлагает вам совершенно иное. Идите за мной. Идите ко мне, все прождающиеся и примененные. Потому что там, где Христос, там нет кризиса, там нет смущения, там нет потенения, там нет реха, там нет ничего лживого и изменчивого. Там есть Царство Небесное. Там присутствует Божественная любовь, благодать Божественной и Божественной энергии. Там Сам Господь и преображенный человек. И тогда уже все проще пролагается к тому, что дает Господь. Но христианство – это не мировоззрение, это не пилософия, это образ жизни и образ действия. Это усилие ума и усилие сердца. Это движение наше вопреки всякому движению, вопреки всякому хрещению, вопреки всякому противлению. И вот когда мы совершаем это усилие, настичь кресту, настичь евангельских событий, настичь и всемами, и Голубови, и воскрешения, и Фавора, мы совершаем нечто важное. Мы восходим по листу святого от мира в мир. Мы становимся людьми в том объеме в той мере, в которой нас сотрил Господь, задумал Господь, и в той мере, которая призвал нас Господь, чтобы мы были совершен, и совершен, отец наш, небесный, истина. Желаем вам святости, желаем решения систи и поступательности в движение. Спасибо.